Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Давненько мы с вами не виделись! И опять пятничный вечер после трудового рабочего дня. Нас пригласили на одно мероприятие, для нас очень интересное, музыкальное, конечно же, мероприятие. А пригласил нас кто? Пригласил нас ресторан «Сирена». Это один из наших любимых ресторанов, московских, рыбных, где периодически проходят музыкальные вечера. И вот сегодня один из таких вечеров. Там будет давать концерт Валерий Сюткин, небезызвестный, наверное, вам всем, под аккомпанемент оркестра под названием «Лайт Джаз». Это небольшой коллектив джазовый, в котором есть контрабас, аккордеон, барабаны и саксофон, по-моему. Ну, больше я о них ничего сказать не могу, потому что информации о них в интернете маловато. Но люди там взрослые, серьезные, поэтому уверен, что это великолепный профессиональный джазовый коллектив. Я думаю, вы все прекрасно знаете, кто такой Валерий Сюткин. Даже те, кто родились намного-намного позже. И меня, и самого Валерия Сюткина. Прекрасный певец, обалденный тембр голоса у него. Просто очень приятный, узнаваемый. Потому что вокал – это лицо любого вокально-инструментального коллектива. Даже рок-группы самой ярой и самой грозно-рычащей. Не гитары, а именно вокал. Это лицо группы. Поэтому Валерий Сюткин очень узнаваемый. Что еще хочу сказать о Валерии Сюткине. У меня с ним очень много общего. Вот вы будете смеяться. Но мы прямо с ним пересекаемся во многих параметрах. Самый главный параметр. Он, конечно, об этом не догадывается. Что у нас с ним очень много общего. Мы родились с ним в один день. Только с разницей в 4 года. Угадайте, кто раньше родился. Это первое. Второе, что у нас общего. Когда я служил на флоте, некоторое время я был помощником Кока. Такая была у меня вахта. Помощник Кока. То есть, переводим на сухопутный язык, помощник повара. А Валерий Сюткин до того, как стал музыкантом и до того, как попал на службу, он работал учеником повара в ресторане Украины. В гостинице Украины. Поэтому это нас тоже роднит. Но еще одно нас роднит. Вы будете смеяться. Нас очень много родит. В разные времена мы жили на одной и той же улице. На улице Воронцова поля в Москве. Только я жил в доме на пересечении с Садовым кольцом, а он с другой стороны, на пересечении с Бульварным кольцом. Вот так вот у нас общие. Поэтому сейчас послушаем, как поет Валерий Сюткин и играет в лайт-джаз оркестр. Я уверен, что мы получим удовольствие. Вот почему-то я уверен. И гастрономическое в ресторане Сирена никогда нас не подводил шеф-повар Алексей Горевуй. И уверен, что будет прекрасная музыка. Поэтому поехали с нами послушаем этот сегодняшний вечерний концерт. Ну, я прекрасно понимаю, что все знают, кто такой Валерий Сюткин. Это в первую очередь заслуженный артист Российской Федерации. Если кто не знал. Но во-вторых, это все-таки знаменитый рок-н-рольщик, который начал свою рок-н-ролльную юность в группе «Телефон». Такая была рок-н-ролльная группа «Телефон». В 80-м году она работала с 80-го по 85-й год. Я слушал их песни, такие прикольные песни с вымышленными персонажами, с различными. Юморная группа. И с 85-го года он уже выступал в группе «Зочи», в которой пел Юрий Лоза, небезызвестный всем, сторонник теории плоской земли. Пел он в труппе Михаила Боярского даже. И потом создал в 85-м году собственную группу «Фэномэн». И в 90-м году ему сделал предложение петь в группе «Браво» Евгений Хафтан. И в 90-м году он приходит в группу «Браво». Опять-таки всем известную группу, великолепную группу, которая играла такие рок-н-роллы 50-х годов музыка, рокобилли такую, в которой первая вокалистка была Джанна Агузарова. Вторым вокалистом был Евгений Осин, если помните, «Плачет девочка в автомате царства, ему небесно недавно помер». Потом была, по-моему, Людмила Епифанцева, и уже после нее пришел Валерий Сюткин. И вот этот период с 90-го по 95-й год, на мой взгляд, это был лучший период группы «Браво», ну, который и сейчас прекрасно выступает, но тогда были золотые хиты. Вместе с Валерием Сюткиным они записали три альбома. Это «Стиляги из Москвы», «Московский бит» и «Дорога в облаках». Эти все пластинки стали мультиплатиновыми, если пользоваться терминологией западного шоу-бизнеса, то есть проданными в количестве более миллиона экземпляров. Ну, и оттуда множество знаменитых хитов. И уже с 95-го года он начинает ссорную карьеру. Выступает сам из группы «Сюткин» и компания «Сюткин рок-н-ролл-бэнд» и записывает опять-таки два великолепных альбома. Это «То, что надо», там, где была знаменитая песня, «Я то, что надо», и вторая песня «Радио ночных дорог», где была одна из моих любимых его песен, это «Семь тысяч над землей». Я надеюсь, что он сегодня споет множество хитов, как из репертуара группы «Браво», так и из репертуара собственного. И в том числе и «Семь тысяч над землей». Великолепная песня. Чем еще знаменит Сюткин? Ну, тем, что он был и ведущим телепередачи «Два рояля», и его даже приглашали быть ведущим программы «Угадай мелодию», но он уступил эту роль Валдису Пельшу. И был наставником в двух шоу «Голос». В восьмом и в девятом, по-моему. Поэтому его, конечно же, знают все. И самое главное, Валерий Сюткин, мне что в нем нравится, что он очень всегда прекрасно выглядит на сцене, интеллигентно, стильно. Он всегда в хорошем настроении, и это хорошее настроение он всегда дарит публике. Поэтому я уверен, что мы сегодня получим и эстетическое удовольствие, и заряд того оптимизма, который Валерий Сюткин несет со сцены. Давайте послушаем. Выходит утро на балкон Король оранжевое лето Берет гитару в руки, он И от души поет куплеты. Он дарит женщинам цветы, Он дарит песни и улыбки, И вплоть до самой темноты Мотают солнечные реки. Бывает все на свете хорошо, В чем дело, сразу не поймешь, А просто летний дождь прошел, Нормальный летний дождь. А в них блестит садовое кольцо, А в них бежит садовое кольцо И летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, И я пройти еще смогу. Участвовал в одной из телесъемок, там был Евгений Стеблов, мы не были знакомы до этого, и он мне сказал, Валерий Миланович, а вы с Никитой Михалковым уже этот «Шагаю по Москве» пели неоднократно вместе? Я говорю, да, я ее очень люблю. Он говорит, между прочим, я ее первый исполнитель. Я говорю, как так? Ну, Данелий же снял две версии этой песни. Кстати, не знаете, как она была написана? Я говорю, нет. Шпаликов находился в художественном отпуске, назовем заныр этим словом отпуск, и через две недели, появившись на съемочной площадке вот на метро Маяковской, на Триумфальной площади рядом с рестораном «София», его замечают Данелий, говорит, Гена, где ты был? Я тебя давно ищу. Нужно срочно садиться писать песню. Там в ресторане «София» внизу сидит Андрей Петров, он мелодию принес. Давай, начинай, Шпаликов. Ги, я все понимаю, очень плохое состояние, трубы горят. Надо бы как-то простимулировать процесс. Он говорит, бери стимул, сто грамм, и начинай. Шпаликов взял сто грамм, вышел и сказал, бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. Как тебе? Он говорит, пойдет, добавить бы. Вот так с помощью добавки была написана эта гениальная песня, которую мы только что исполнили для вас. Мы продолжим. Вкусные песни. Ну, только Александр Фраонович Мартиросов умеет так играть на аккордеоне. В Москве просто физически не осталось людей, которые вот знают это ламповое время. И чтобы вы это почувствовали, ведь что такое хорошая музыка? Это отражение традиций культуры. Для меня в этот день Словно в мае сирень Помню целое. Неожиданно ты Этот день и мечты В сердце мое вошла. А чего, почему, И не знаю, сад. Я поверю в твои Голубые глаза И теперь скажу тебе Ты одна в моей судьбе Ты одна в моей судьбе Снег идёт, снег идёт И всё вокруг чего-то ждёт Под этот снег, под тихий снег Хочу сказать при всем Всё, что я играю сегодня на гитаре, Я почерпнул У основателя этого проекта Вместе с нашим барабанщиком С Андреем Никоном Бателл Буисменом Вместе с контрбасистом Игорем Кондоров Это моя ритм-секция В рок-н-ролл-бенде Здесь, в лайт-джазе Проверенное время Безусловно, Александр Павлович Мартиросов И Алексей Алексеевич Кузнецов Наш легендарный джазовый гитарист Именно дядя Лёшиными аккордами Вот я сегодня вас радую Как ученик-гитарист Натянный ряд дом Лишь одинакий свет окне И стук моих шагов Звучит в полночной тишине По этой мостовой Вдоль этих скверов до утра Братили мы с тобой И это было, как вчера Как жаль, но ты Сегодня не за мной И только каждый раз Когда иду по этой мосту Я думаю о нас Я не считаю себя поэтом, потому что никогда в жизни стихов не писал Писал тексты, песни Но опираясь, безусловно, на Отечественную фактуру И, на мой взгляд, ту лирику, которую писали в 60-е годы в Советском Союзе Никто еще более яркой из авторов текстов точно не сделал По-другому, да, как Земфира, как Илья Логутенко Но я очень ценю то, что, скажем, сделал Ян Фрэнкель На стихи и ныгов Нашим родителям посвящается Скоро осень За окнами тоннусь От огня потемней кусты И я знаю Что я тебе нравился Как когда-то Мне нравился ты То лет так десять назад Молодой человек, мальчик фактически Сказал мне спасибо, Валерий Миладович, за песни А особенно за ЛДПР А это, оказывается, аббревиатура песни Любите, Элл, девушки Простых романтиков Самый полный штиль и самый сильный ураган Ходят в зиме море корабли Может, потому-то и понятно на рекам Что такое агарь любви Идем смелую горько И беда, и беда Подседанная их Понагая звезда Любите, девушки Ростых романтиков От важных летчиков И моряков Боросаньте, дедушки Домашних мальчика Не станет им дарить свою любовь Вкуснее, чем в Москве Человеку, который говорит по-русски Не, найти-то можно Но надо выискивать В Нью-Йорке, в Лондоне выискивать И будет, если это будет приличный ресторан Не от Ли По сравнению с московским будет очень средний Но запись будет на полгода А то и на год вперед Так что вкусно поесть Для всех жителей планеты Проблема В Москве это большое достижение Когда я в группу Браво пришел Пробовал с наркалистом Мне Женя Хафтан честно сказал Что положение у них плачевное После ухода Жаны Несмотря на ряд успешных шлягеров Жене Осином На группу никто ходить не стал Осина он выгнал за алкоголизм Уже тогда А я пришел и сказал Что да, будет сложновато Но давайте попробуем Кто пишет текст о нем Никто, покупаем со стороны Вадика Степанцевича Я говорю, ну это плохо В группе должен быть человек Который пишет сам Я к тому времени уже написал Пару блюзов небезнадежных И сказал, что я возьмусь И вот к припеву, когда я подошел Я сказал, что вот вы слышите Вот в этом месте И вот припев начинается Это же всем понятно Как зовут стиляк в советских фильмах Стасик, Эзик Вот я Эзик и выдам Эзик Но бас-гитарист Сережа Лапин Конечно Не после ужина в ресторане Сирена А просто После рядового ужина Он докурил папиросу Сказал За Эзика нам, Валера, в Кемерово Шахтеры наваляют После концерта Кстати, был абсолютно прав И я почему-то сказал Ну, тогда давайте Вася Я помню глаза Жени Хавтана Это было, ребята, в 90-м году То есть 32 года назад Женя схватился за голову И сказал Какой Вася? Я говорю Нормально, будет органичен Вот сами послушайте Когда горят огни в ветри На старых улицах Москвы Други дедят под паущей Небесной красоты На нем всегда костюм отличный Оттенка Кота с ногом И попродить по улицам Старичный Ночью любит он Кто лучше всех танцует Кто лучше всех Играет в пресли На гитаре На эрганштетпитит Конечно, Вася 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 Васимый Внук И повалялся Я Водопела Небес Темнелась Вот и окна В сумраке зажгли Здесь живут Мои друзья И дыхание Стоят В ночные окна Вглядывайся Здесь живут мои друзья И дыхание затаит в ночлег Вглядывайся Когда мы были молоды Бродили мы по городу Встречали мы с подружками на свет Свидания на сочьях мы И все тогда считали мы Что лучше моста места встреч нет Уважаемые любители рок-музыки Ну вот первое отделение концерта Валерия Сюткина С лайт джазом Закончилось, завершилось Он пожелал нам приятного аппетита И нам принесли, видите Такой прекрасный десертик С земляничкой Но прежде чем Начинать лакомиться этим десертом Я прокомментирую первое отделение Ну вы знаете, ну прекрасно И что прекрасно, я хочу вам сказать Ну во-первых, конечно Великолепное исполнение Мастерство исполнения этих людей Но Валерий Сюткин обратил внимание на одну вещь Он сказал, что Он похвалил своих музыкантов Они умеют ламповый звук делать Лампово играть Ну музыканты все знают, что это такое Ну для тех, кто не знает, что это такое Условно имел ввиду Ламповое сделать настроение Лампово играть Раньше все усилительные устройства Были ламповыми А потом с развитием техники Перешли все на транзисторные устройства Потому что они мощнее Они не так быстро ломаются Лампочки не перегорают Поэтому все начали играть на транзисторах Долгое время Но от этого звук изменился Звук стал жестким, сухим А ламповый звук На ламповых усилителях Он живой Он дышащий Он такой округлый Овальный Мягкий такой Даже если ты играешь жесткую музыку Поэтому потом музыканты Начали возвращаться опять К ламповым усилителям И сейчас достойные коррективы Играют на ламповых усилителях Вот Но Сюткин-то подчеркивал другое Он имел ввиду, что Музыканты умеют создать настроение Вот то вот Настоящего живого звучания И вот они здесь Вчетвером Думал было в пятером Вчетвером Аккордеонист Барабанщик Контрабасист На электробасе Таком Контрабасике Таком на подставочке Интересная Такая досточка И Сюткин с гитарой И они Создавали вот это вот Прекрасное ламповое настроение Поэтому я готов к потреблению И наслаждению Они подготовили меня к этому Ну и в честь музыкального вечера Шеф-повар ресторана серии На Алексей Горевой Придумал такое пирожное Он назвал его Опера Подразумевая Что сегодня будет прекрасный вечер Вокальный И так оно и получилось Потому что Валерий Сюткин Прекрасно поет У него прекрасный Неподражаемый тембр Мне очень нравится Валерий Сюткин Он такой интеллигент Такой джентльмен на сцене С поставленной речью Все время рассказывает Интересные истории Очень уважительно Относится К тем песням Которые он поет И к тем авторам Которые эти песни Сочиняли Он перед каждой песней Рассказывает И бьет небольшую историю О том Кто был автором слов Кто был автором музыки В каких условиях Она производилась После запоя Там некоторые песни Из нырка Выныривали Ребята Вот Поэтому это очень интересно И как-то я смотрел Однажды интервью с ними Он говорил Что Хорошая песня Должна быть хорошей историей В ней должна быть заложена Хорошая история Я с ним согласен Что Есть Есть и такой подход К песням Он наверное Самый главный Рассказать хорошую историю Ну как в Советском Союзе Музыка была под запретом Первый раз я услышал Битлз Лет в 14 То бишь это начало 70-х И программа В объективе Америка Была такая политическая программа Вел ее Валентин Зорин И там в качестве заставки Был Пролет Над гудзоном Вертолетного Так сказать Операторского искусства А за кадром звучала музыка И вот когда я эту песню услышал У меня вот такая мурашка Пробежала по телу И я сказал маме в 14 лет Мама Купи гитару Я хочу Научиться играть Вот эту песню Вышел во двор Сказал Ребятам постарше Когда два года разница Это большая Ему же лет по 16 Я ребят хочу Научиться Какой вот аккорд Как эту песню играть Они говорят Какую Я говорю Вот эту Из объектива Америки Я не знал что это Битлз Ленона Маккартни Любовь нельзя купить Они говорят Ну может тебе вот это Я говорю Не мне та нужна Они говорят Ну засекай Вот первый аккорд Я говорю И вот знаете Как там пишут Этот палец сюда Пальцы в кровь Кейн Бамилан Вот это вот Ужас там Но я научился играть Ее первой Вышел во двор Написал Русскими буквами Знаете когда Слышишь Ты же не понимаешь Про что они поют Пишешь А даю Байан Монтрин Мэм Фрэнс Знаете Есть какой-то Возврат в мире У меня были Такие случаи И с одеждой Вы помните Мы самые серые были Всю жизнь Какие-то носили В мире Тут мы в Тури На Олимпиаду Приезжаем Меня с ребятами Делегировали Играть в русском доме И в русский дом Очередь А нас экипировали Одели в эти куртки С надписью Россия Все болельщики И я в этой куртке Захожу В русский дом Стоит огромная Километр в два Очередь Из итальянцев Которые хотят Купить вот эту форму Красивую русскую И вдруг Меня хватает За локоть Пожилой человек И он говорит 50 Я говорю Он говорит Size 50 На меня Я говорю Что ты хочешь А он мне говорит Change И показывает У него дубленка Бриония Знаете Дубленка Размера на годов 50 А я ему говорю No No possible Russia And the sand А про себя Думаю На Получи Захотел обменять За все годы Лишений Все эти джинсы Это раз И вдруг Вот тоже Самое было Недавно Мы играли Чемпионат мира Для артистов По футболу Там был Лидер Английской Группой Falls Garden Отличная группа У них Лемонстри Великолепный Хит Питер Франдешталер У него Фамилия Такая Немецкая Если я Чуть-чуть Исказил Простит меня Зовут его Питер Он немножко По-русски Говорит У него Бабушка Русская И нам Нужно было С группой Зочи Спеть Какой-то Старый Хит Там Много Занято Артистов А кто-то Как в КВН Знаете Шутки ради Должен спеть Фразу Видишь В поле Трактор Что-то Пашет Видишь Из завода Пар идет Дальше Я подхватываю Пою С каждым днем Страна живется Краш Неуклону Двигаюсь И вдруг Питер Говорит Я готов Спеть Диктуйте Слова Я говорю Записывай Видишь Поле Трактор И я вижу Что Питер Фонда Шталин Лидер С мировым именем Группы На английскими Английскими Буками пишут Видишь Сэйч В поле Трактор Точно так же Как я писал 40 лет Какие 40 Полвека назад Вот эту штуковину Музыка Это самый лучший Хранитель памяти Как кассир В детстве Нанизывал Чек На металлический Стержень Когда ты пробивал Так на мелодию Нанизываются Все наши Впечатления Белой ночью Дыгут олени И синею Сплошные льды А на десятой Параллели В это время Цветут сады А нам не страшен Невал девятый Некомот вечный Мерзлотый Ведь мы ребят Ведь мы ребят Семидесятой шарты Ведь мы ребят Да мы ребят Семидесятой шарты Рок-н-ролл Я очень люблю этот стиль И Впервые Это словосочетание Относительно музыки Применил Алан Фрид 12 апреля 1954 года В свет вышла Песня Билла Хэлли И кометы Рок-н-ролл И он объявил Сейчас будет Рок-н-ролл До этого Слово Рок-н-ролл Употреблялось Только в среде Американских Моряков Когда был Штор в море Сильный Или они Когда гуляли По клубам Где-нибудь В Гамбурге На репербане Они говорили Вчера был Рок-н-ролл То есть Качка В дословном выражении Но он вот Применил к музыке Слово Прижилось Стали праздновать День рождения Рок-н-ролла 12 апреля Вдруг Бабах В 61 году Именно в этот день Юрий Алексеевич Гагарин Летит в космос И американцы Поняли Что как-то В один день Рок-н-ролл С таким прорывом В мировой истории Они сказали Тут же придумали Им надо дать долж Они изобретатели А в продажу Пластинка вышла 13 числа Да И сместили На один день И с тех пор День рождения Рок-н-ролла Благодаря Гагарину Празднуется 13 апреля 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ну я написал два блюза в жизни Первый был блюз Шанхай Для машины времени Он прижился Ну текст мой Музыка Евгения Маргулиса Я для Гулии написал Он тогда был в группе Шанхай Поэтому Шанхай блюз Но он ее принес В машину времени Он прижился Они играют до сих пор У них все авторы текста Везде Андрей Макаревич И только одна Блюз Шанхай Ваш покорный слога А вторая уже Накатав опыт Вот с Шанхаем Я написал этот блюз Лёня Ермолик сказал Валера дай мне эту песню В фильм с телеги Но денег нет Ну как всегда у нас Все в Стодоровском Бухали в хорошую картинку Но очередь я прошу как друга Ну надо отдать должное Фильм действительно полюбился И мы очень много вечеринок играли Потому что этот блюз звучал И в этом кинофильме В общем песня не безнадежная Играем с удовольствием Ты с высоты красоты Свои меня не замечали Но все равно Будет ночь И ты меня еще узнаешь Пускай сегодня я никто И пусть ствердят себе Что я не знаю Но Дай мне этот день Дай мне этот ночь Дай мне хоть один шанс И ты поймешь Я то, что надо Поздний час Поздний час Павлина первой Семь тысяч на земле Голд, дубе, обрывки сна За дом А в каменелом Лежит пейзаж ночной А на дне Летит лула Тайное движение В небе без конца Вижу отражение От твоего птица Ты далеко от меня Заперемного дня Но наше время Не сможет помешать Затихает Москва Стали синий медаль Ярче блещут кремлян Рубина Лучки День прошел Уважаемые любители рок-музыки Ну вот Вечер воспоминаний Ретро И рок-н-ролла В рок-обилле В исполнении Валерия Суткина И лайф джаза Завершен Все было Диалетно Все отыграно Все было вживую Лампово было Все Лампово Тепло Округленько Мягенько Валерий Суткин С самого начала Предупредил Мы не понимаем В каком зале мы играем Поэтому играть громко Мы не будем Чтобы вы себя комфортно чувствовали Вот мы весь вечер Себя комфортно чувствовали Вот это ламповое настроение было Которое дополнялось Настоящей Лампочкой живой Получили удовольствие Вообще-то Ресторан Сирена Я не рекламирую его Но так получается Приходится Потому что прекрасный ресторан Здесь очень вкусно И они умеют Организовать Вот эти вот Теплые Ламповые Музыкальные Вечера Поэтому я думаю Что это не Пошли не вечер В этом ресторане Откуда мы будем Вести вам Для вас Специальные Музыкальные Репортажи Всем пока Мы поехали на дачу Субтитры 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 Продолжение следует...